Музыка Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим сыр в мультиварке по рецепту нашей подписчицы Для приготовления сыра нам потребуется 500 грамм творога, творог обязательно должен быть рассыпчатым 0,5 литра молока, молоко я взяла 2,5% жирности, но можно взять любое 1 некрупное яйцо первого или второго сорта, 15 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соли, четверть чайной ложки соды и для начинки я взяла 80 грамм ветчины и небольшой пучок укропа Ветчину и укроп добавлять не обязательно В чашу мультиварки выливаем пол литра молока Молоко нам необходимо довести до кипения, для этого выбираем режим жарка и нажимаем старт То есть молоко нам необходимо довести до кипения достаточно быстро на максимальной температуре Максимальная температура у нас на режиме жарка вид продукта мяса Ждем, когда молоко начнет закипать то есть почти закипать не дожидаясь, когда оно уже будет подниматься Прошло 5 минут, молоко начало закипать но еще не забурлило Добавляем творог Добавляем творог Добавленный творог необходимо хорошо размешать и варим его в молоке, периодически перемешивая Как мы видим, молоко с творогом еще не закипело а уже отделяется сыворотка Вот цвет она поменяла, стала такой желтоватой Нам необходимо просто довести до кипения Перемешиваем, чтобы ничего не пригорало И ждем, когда эта вся масса закипит Из творога у меня получилась такая пластичная масса как пластилин Видите, она слипается между собой все эти клапинки творога С момента добавления творога у меня прошло всего 3 минуты Как только закипит, будем процеживать С момента добавления творога прошло 6 минут Как мы видим, началось небольшое бурление Творог у меня распался уже, то есть не стало такой пластичной массы Ждем, когда получше забурлит и будем выключать Ну вот, прошло 7 минут Отключаем режим жарка И сливаем массу молока с творогом с помощью сита в тарелку Вот такое количество творога после уваривания у нас получилось для будущего сыра И вот столько сыворотки Кстати, из сыворотки мы сделаем оладушки по рецепту еще одной нашей подписчицы уже с YouTube В эту массу она вот такая Добавим одно яйцо Добавляю сливочное масло 15 грамм Добавляем соль и почти всю соду чуть-чуть оставляем соду для добавления его в конце ее То есть соду на кончике ножа совсем чуть-чуть я добавлю в самом конце Эту массу нам необходимо перебить с помощью блендера Перебиваем все блендером в однородную массу так у нас сыр получится однородным и без всяких белых прожилок Массу я перемешала она у меня остыла Вот такая вот получилась Сразу же я нарезала укроп и колбасу ветчину потому что масса будет пластичной и она резко быстро остывает нам необходимо будет вмешать сразу колбасу пока масса не остыла Поэтому у меня все подготовлено Переходим к последующему этапу Творожную массу выкладываем в мультиварку На вкус можно ее попробовать Если вам кажется соли мало лучше добавить Ну немного Вообще можно добавить чеснок при желании или еще какие-либо специи На данном этапе температура нам нужна небольшая Выбираем мультиповар 90 градусов и нажимаем старт Обязательно на этом этапе необходимо массу перемешивать Она должна плавиться Масса должна обязательно расплавиться Стать тягучей Укропчик туда чуть-чуть попал Прошло 4 минуты Вот такая масса стала однородной Тянучей Добавляем остатки Соды Совсем чуть-чуть на кончике ножа Еще раз хорошо размешиваем И в эту массу теперь вводим укроп и колбасу И все хорошо вмешиваем пока масса у нас горячая Как вы видите Вот такой вот фактически плавленый продукт на данный момент у нас с вами имеется Перемешивается тяжело потому что продукт такой тягучий Но нам необходимо хорошо вмешать укроп и колбасу Ну вот прошло 6 минут Я считаю, что масса готова Ее можно доставать и укладывать в форму Форму предварительно необходимо тоже смазать маслом Я смазала сливочным можно растительным Видите, я смазала сливочным маслом и укладываем в форму Нам необходимо, чтобы сыр застыл Сыр охладить при комнатной температуре а потом убрать в холодильник до полного остывания Прошло 2 часа Сыр у меня полностью остыл Я достала его уже из формы Общим весом сыр получился 330 грамм Сыр получился вкусный Держит форму Вот такие кусочки То есть очень удобно в прикуску кушать или на бутерброд Вот что у нас получилось Как мы видим, сыр у нас твердый Имеет плотную консистенцию И очень-очень вкусный Сыр у нас полностью готов Как я уже говорила Получился очень вкусный Поэтому ставьте лайки Мне будет очень приятно Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на наш семейный канал Вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках Ссылки на все ресурсы Вы найдете в описании под этим видео Приятного аппетита И до новых встреч!